Шаббат шалом лекулям Шаббат шалом Недельная глава Тазрия Мецура Как сейчас сказал Давид, она начинается в принципе с женщины, которая рожает ребенка Но есть там еще продолжение И когда я готовился к этой недельной главе, в которой говорится о проказе Как ее определяли И как дальнейшим поступали с прокаженными Я задумался о чем тут в принципе вообще можно как бы, о чем можно говорить И какой смысл в наше время говорить об этом Так как проказа именно в такой форме как она описывается там, в принципе сейчас ее как бы нету, есть совсем другое Но как мы знаем Тора написано не на определенное время, она написана на все времена Проказа являлась физическим проявлением духовной какого-то заболевания И возможно сейчас мы ее не видим снаружи, мы не видим ее физически Но она нас съедает изнутри Проказа очень часто была как наказание за злословие Например, Мирьям Которая не очень хорошо отзывалась о своем брати Это числа, 12 глава, 10 стих И облако отошло от скини и вот Мирьям покрылась проказой как снегом Аарон взглянул на Мирьям и вот она в проказе И отсюда мы учим, что наказание именно за злословие была такая проказа И это было очень показательно для человека Если человек злословил, если человек сплетничал, то он получал проказу И как бы он сразу видел, что что-то у него не так Очень удобно, не правда ли? Сейчас человек может говорить что угодно И так как это проказа не проявляется, он может даже не подозревает, что он что-то делает И так как мы не получаем прямого наказания за это, мы к этому относимся совершенно спокойно Очень много людей следят за тем, что они кушают, что попадает к ним в рот Чтобы была кошерная еда, это кушаем, это не кушаем И намного меньше людей замечают за тем, что выходит язык не в рот И мы всегда видим недостатки, не видим те же самые проказы в других людям Но свои практически не замечаем И еще более того, мы акцентируем внимание и сосредоточимся на тех недостатках, которые есть у нас самих Особенно близкие нам люди, это как бы является зеркалом нас самих Проказа была не только физическим страданием, это также являлось нечистотой перед Богом В Писании говорилось о лечении проказа Там говорится о диагнозе, как ее диагностируют священники Дальше изолируют от людей И очищение людей, которые избавились от него Кстати, если мы заметим, то этим всем занимались не врачи, а священники Из этого мы можем сделать вывод, что это в принципе не болезнь, а была нечистота В Евангелии от Луки, 17 глава, 11 по 14, говорится Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей И когда входил, он в одно из селений, встретили его 10 человек, прокаженных Которые остановились вдали и громким голосом говорили Ишуа, наставник, помилуй нас Увидев их, он сказал им, пойдите, покажитесь священникам И когда они шли, очистились Именно очистились, они вылечились И проказа являлась не наказанием за какой-то определенный грех Она являлась наказанием за греховное состояние человека Которому находился Были основные три основные виды проказы Первое, это называлось шиат Это слово можно перевести как опухоль или волдырь Есть еще один перевод этого слова, это величие Это было наказание человека, который слишком сильно себя превознес Которого заиграла гардиня, мы можем видеть это на примере фараона Он возомнил себя Богом на земле Второе Второй вид, это сапахат Переводится как лишай или нарост Это болезнь, которая сосредотачивается в каком-то одном месте Это наказание было человеку, который думает, что весь мир крутится только вокруг него Человек, которого может задеть любая мелочь Он является эгоистичным и думает только о самом себе Есть такой хороший пример Человек, который, допустим, обгорел на солнце И любое прикосновение к этому человеку, к этой спине, допустим, красной Это является для человека большой болью И в принципе, это боль не из-за того, что кто-то ему сделал больно Это просто из-за того, что он обгорел Он так это чувствует Так же из-за души человека Если он чувствует, что с ним воюет весь мир И любое словечко воспринимает как это прикосновение к этой сгоревшей спине Вот все вот так же самое Ему так же причиняет боль Как и прикосновение И третий вид это Покрытый пятнами Это наказание человеку, который возвышается, ну не просто возвышается, возвышается за счет других Это ребенка, который сотрудничает с остальными И в этом он вносит к себе Этот дух По этому поводу есть такой анекдот И есть такая подчинка Бог является к одному из таких людей и говорит Проси у меня все что хочешь, все выполню Но твоему соседу говорит В два раза больше сделаю Этот человек подумал и сказал Выкали мне глаз И многие из нас даже не задумываясь Особенно люди, которые находятся в какой-то конкуренции Да, испытываем это чувство Допустим, должны были назначить тебя на какой-то твкит, на какую-то должность Назначили кого-то другого И очень трудно желать успеха этому человеку Как бы через себя Надо как бы чуть-чуть переступить Чтобы пожелать ему удачи Чтобы он справился, а не наоборот Я не говорю уже за конкуренцию в бизнесе Когда Но так как никакой проказы у нас не появляется Мы в принципе об этом можем И что делали с человеком зараженным проказой? Его высылали за стан Его изолировали от других людей То есть тот человек, который сплетничал Превозносился над другими Он считал, что все хотят причинить ему боль Он считал, что все хотят причинить ему боль И радовался за чужие неудачи Отделялся от того самого общества С которым у него был конфликт Чтобы он побыл наедине с самим собой И побыл подальше от этих людей И проходил какое-то время Эти люди, которые совсем недавно были подонками и негодяями Эти люди, которые совсем недавно были подонками и негодяями Для него становились не такими уж и плохими И он хотел вернуться к ним Это меняло человека И давало ему понять Что если ты так будешь относиться и дальше То ты будешь исключен от этих людей Бог в заповедях дал нам указания Как относиться к окружающим людям Как относиться к ближнему Если ты их нарушаешь То подхватишь проказы И будешь изданным Возможно это и не физическая проказа И также и не физическое изгнание Но духовная проказа Будет разрушать тебя изнутри И будет отдалять тебя от других окружающих людей Дальше я зачитаю Как нам Бог сказал Как мы должны относиться к ближнему Своему Второзаконие 5 глава С 17 по 21 стих Не убивай Не прилюбодействуй Не кради Не произноси Ложного свидетельства На ближнего своего Не желай жены Ближнего своего Не желай дома Ближнего своего Ни поля его Ни раба его Ни рабы его Ни вола его Ни осла его Ни всякого скота его не всего, что есть у ближнего твоего. Соблюдая все эти заповеди по отношению к своим ближним и никогда никакая проказа не поселится в вашем сердце и не отдалит вас от вашего и не отдалит вас от вашего